Мария Семеновна, несмотря на преклонный возраст, быстро орудуя лопатой, готовит грядку под озимый чеснок. Пенсионерка торопится. На ее семи сотках еще много дел. А с 1 октября добраться до огорода будет не так-то просто. Автобусы перестанут курсировать. Я хоть чеснок посажу, а точно завтра, последний день, я сегодня докопаю, а приеду, успею, нет, посадить. И тут только я чеснок посажу, а остальное у меня все останется, все, не успею. Дождливое лето внесло свои коррективы. Как результат, у некоторых дачников урожай до сих пор остается на грядках. Поэтому к просьбе Марии Семеновны присоединяются и другие садоводы. Я хочу обратиться к руководству ПТП с тем, чтобы продлили пригородные автобусы. Потому что работа не у всех доделана. Мы бы с удовольствием ездили. Можно сделать укороченные маршруты. Люди на это согласны. Самый сезон. Погода хорошая стоит. В огородах работы незаконченные. Почему бы не продлить расписание? Погоды не было, не могли работать. Да, да, да. Как бы остановилось, давайте продлить тогда. Как нам сообщили в исполкоме, продлевать перевозки в сады и огороды не будут. Опыт прошлых лет показывает, что после 1 октября пассажиропоток по этим направлениям существенно снижается. Кроме того, как прогнозируют синоптики, сегодня в Нижнекамске последний день бабьего лета. Уже к этим выходным пойдут дожди, а столбик термометра опустится до 6 градусов. Однако для тех, кому погода не помеха, выход из сложившейся ситуации есть. Во втором автотранспортном предприятии нам пояснили, что с 3 октября до Ильинки, Дмитриевки и Конного двора каждый вторник, четверг и субботу в 8 часов утра и час дня будет курсировать автобус 106З. Более того, оплата за проезд для пенсионеров и льготной категории граждан также будет производиться по электронным социальным проездным билетам. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР.